Привет! 31 июля состоится C++ Zero-Cost-Conf, конференция про прикладной C++. В преддверии конференции разработчики Яндекса поделились с нами историями о самом неожиданном применении C++. Знаете ли вы то, что C++ — это не только компилируемый язык программирования, но еще и интерпретируемый? Для C++, оказывается, есть REPL, то есть Read, Eval, Print, Loop, причем даже несколько. Один из них называется Cint, то есть, так и есть, интерпретатор C++. Разработан в Церне, чтобы ученые-физики писали на нем скрипты, скрипты на C++, и подумать страшно. А новая версия этого же самого называется Kling. Очень интересное название, это значит кланк, только интерпретатор. Запускаем, там командная строка, пишем код, он сразу выполняется. Чудо! Еще до Яндекса, когда я работал над компьютерными игрушками, наверное, раз в полгода появились какие-нибудь очередные ребята из очередной компании, которые использовали C++ в качестве языка для написания скриптов для своей игры. Я не знаю ни одной игры, которая вышла бы и стала бы очень популярной, в которой было бы так сделано, но попыток таких я видел очень много. Я этим занимаюсь регулярно. Часто приходится смотреть во всякие Excel таблички, и Excel абсолютно неудобный для меня подход, поэтому я часто копирую эти таблички в консоль, пишу код на C++, который что-нибудь считает, и вот так вот абсолютно неожиданно использую C++. Наверное, самое прикольное, это было первое графическое приложение, где по небу летали такие самолетики с облачками, на них надо было кликать мышкой, и они после этого падали. Сколько я тогда был совсем молод и зелен, для меня это был просто огромный челлендж, я писал эту программу, наверное, неделю, я ее в итоге написал, и когда она заработала, я прямо гордился собой. Мама работает в числе истории, и она как-то ко мне приходит, точнее пишет и говорит, мол, ну ты же программист, вот, мне нужен кроссворд для детей, чтобы я там составлял какие-то вопросики и давал им, значит, кроссворд этот. Я так подумал-подумал, ну, говорю, ладно, давай. Самое неожиданное применение, по-моему, я видел на Хабре в статье, в которой человек описывал, как он на шаблонах в плюсах написал крестики-нолики. Это было самое неожиданное применение. Делал пятых героев, делал Аллоды онлайн. Во-первых, я написал на C++ самую лучшую, на мой взгляд, в мире стратегического и алтаймового игру, она называлась Робокалипсис. Из-за ошибок наших издателей, а толком по миру не продавалась, и про нее почти никто не знает, но она реально лучшая. Почему это круто, и почему тут все плюс-плюс, потому что она вышла вот на консоли Nintendo 3DS. Это очень экзотическое японское оборудование, в котором много своих проблем, 7 процессоров и так далее. И, во-вторых, там на всю программу со всеми ее особенностями и на всю игру остается для того, чтобы она работала, 400 килобайтов. Нужно было мне выводить по-разному цвета в терминале для разных имен логгеров или для разных имен потоков. И задача была захешировать эти имена и для каждого сопоставить случайный цвет. Я взял цветовое пространство, которое учитывает настоящую яркость каждых цветов, скопировал формулу из Википедии, применил гамма-коррекцию, и цвета получились просто замечательные. 31 июля, C++ZeroCostConf. До встречи! У меня есть фотография, где Скотту Майерсу руку жму. Она нам нужна? Я имею в виду, что может под нее задать вопрос какой-нибудь. В духе, жал ли ты руку Скотту Майерсу? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...